Конфликт и разногласие между поколениями разных верующих людей в церкви, между родителями, их детьми, служителями, отбирание вещей, выкидывание, поломка, сжигание этих самых вещей. И в итоге человек так и никогда, скорее всего, к Богу не придет за такое поведение и к нему отношение, невзирая на то, что, да, может быть, вы родители или служители, и у вас есть такие права. Всем привет, друзья! Ребята, с вами Юранка, и у нас с вами вновь категория религиозных, назовем так, видеороликов, да, проповеди. Не знаю я, куда, в какой вообще плейлист все это дело помещу. Замерил такую тенденцию, захотелось, да, все-таки на эту тему поговорить, потому что понимаю, что она важна, что она нужна. Сразу вам скажу, что, во-первых, данное видео ни в коем случае не носит характер какого-то либо осуждения, обвинения, или там конкретно ни в коем случае не носит характер обвинения в адрес Бога, в адрес Библии, потому что сам являюсь я верующим человеком. Сразу скажу, что отлученным за свои собственные грехи, которыми я сам себе вредил, никак не связанные с данной проповедью, да, как бы это вот... Две, наверное, вещи такие, скажем так, разные. Но в попытке все-таки дать возможности людям задуматься, и ни в коем случае не выполняя роль какой-то либо дискредитации, да, в адрес Библии, Священного Писания. Сегодня несколько стихов мы с вами рассмотрим на счет этой ситуации. И также с целью того, чтобы просто данным видеороликом вы могли задуматься, как взрослые, так и, соответственно, дети. Там, где написано, разумеется, это почитается и мать твою, продлятся дни жизни на земле твоей, ходите в прослушание перед своими родителями, да, слушайтесь и их почитайте, как написано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Все это описано, что нужно слушать своих родителей. Но не всегда получается так, как написано, и не всегда получается так, как хочется. Ситуации, с которыми я сам лично сталкивался, не то, чтобы у меня что-то отбирали, а то, с чем мне приходилось сталкиваться, это с людьми, за которых я пытался хоть как-то заступаться. Но, разумеется, как всегда, это ни к чему положительному не приводило. Шишки также начинали лететь в мой адрес, где меня обвиняли в том, что именно из-за меня эти самые люди не хотят ходить в церковь. Такое изречение было сказано в мой адрес несколько месяцев назад, когда я попытался пару, буквально или полтора года назад, или пару лет назад заступиться за одного человека, который в церкви захотел приехать ко мне в гости. Сразу скажу, этот человек совершеннолетний, да, но живет он с родителями. И при попытке спросить у своей мамы, а можно ли мне поехать к моему другу в гости, да, в данном случае ко мне, разумеется, реакция была следующая. Чем вы собираетесь заниматься, если не читать Библию, то нельзя. Разумеется, никто не стал врать и дали ответ, что играть в компьютер. Нет, нельзя. Реакция у меня не совсем была положительная. Я бомбанул, я вспылил и сказал в том, что вообще он имеет право на собственную точку зрения и вообще выбора. И более того, что я человек из церкви, да, непонятно откуда, где там мы будем заниматься, не пойми чем, там, или там пить, курить, там, я не знаю, там, или там ни в коем случае не какая-то наркота, там, или там бабы, все дела. Ничего этого не было бы, просто поиграли бы в компьютер. Но сказали, что выбирай. Если ты едешь к Юре, то домой можешь не возвращаться. В итоге сейчас этот человек с родителями уже не живет. Его довели, и реально в церковь он не ездит и не хочет этого делать. Виной тому являются те, кто выполняет вот такое давление. В том числе ситуация, которая до этого произошла около трех лет тому назад. Вот, когда я с вами собственными ушами слышал, как он разговаривал с одним из служителей, задал вопрос, а вернут ли мне PSP? Для всех тех, кто не знает, что такое PSP, это PlayStation Portable, переносная игровая приставка, которая особенно популярна была примерно лет 10 тому назад. Сейчас она вышла из моды, тем более, что люди, имея эмуляторы на своих компьютерах, имеют возможности в нее прекрасно играть с более лучшей графикой, чем это, конечно, было на самой приставке. На что от одной из служителей поступил ответ, что призадали, где она, выкинули. Таков был ответ. Я сам лично это слышал, не знаю, скорее всего, не в курсе, а не о том, что я это слышал. Но с вами собственными ушами не только я, но и, соответственно, еще один есть человек-свидетельств, тот сам, у которого ее забрали. И второй, еще один человек, это тот, который еще шел рядом со мной в этот момент. В свою очередь, ситуация из ряда вон выходящая. Отбирать вещь, причем это небезызвестный факт о том, что такое происходит в церквях. Немногие, наверное, готовы об этом разговаривать, открыто и говорить, что действительно такое происходит, что какие-то родители лишают своих детей каких-то либо вещей, выкидывают их вещи, сжигают либо их вещи, там, я не знаю, там, ломают их вещи и так далее. Особенно, если этим людям больше 18 лет, то у вас еще больше прав и то, как вы можете в данной ситуации поступить. Без сомнений, хочется поступить по-библейски, по истине Божьей, если, конечно, родители у вас что-то и отобрали, смириться. Самый лучший и идеальный вариант, это, наверное, именно смирение. То, чему учат нас сам Библия, то, как надо поступать, и это, наверное, один из самых лучших вариантов. Однако, получается, все не всегда далеко так, как хотелось бы. И, в свою очередь, также, если говорить по поводу Библии, то, что в Библии нигде не указано о том, чтобы кто-то из апостолов или сам Иисус Христос у кого-то что-то отбирал из вещей. Ну, конечно, учитывая то, что в те времена и не было телефонов, не было каких-то смартфонов, не было каких-то консолей, не было компьютеров, не было журналов. Да, если только, наверное, там где-то на каких-то свитках там мангу там или, да, там аниме какое-то писали, рисовали, хотя не знали, наверное, на тот момент, что это такое. По сути, фактически отбирать-то было и нечего, потому что играться-то было не во что. Не PSP, тогда не было какого-нибудь древнего, не знаю, там деревянного, да, там какого-нибудь Macintosh, самый первый, который выходил. Ничего этого не было. Отбирать было, без сомнения, нечего, однако есть, да, один момент в это в деянии апостолов, который, возможно, кому-то поможет из Нового Завета. Деяния апостолов там, где Иисус уже ушел, да, на небеса к своему Отцу, и апостолы проповедовали Евангелие, ходили по миру, и люди в них начинали веровать. У нас с вами есть Деяния апостолов, 19 глава, 17 по 20 стих. «Это сделалось известно всем живущим в Ефисе, Иудеям и Елинам, и напал страх на всех их, и величайно было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Внимание, никто никого силой никуда не приводил. Мы читаем, что написано «многие же из уверовавших», то есть эти люди, они сами уверовали, приходили и исповедовали, написано, и открывая дела свои. Они делали это сами, не силой, никто их не заставлял. И следующий ключевой момент, внимательно читайте. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и взмогало слово Господне». Давайте еще раз читаемся в этот 19 стих. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, они сами собрали эти книги, у них никто ничего не отбирал. Ни апостолы, ни какие-то другие служители, ни приходили к ним какие-то либо дьяконы. И сам Иисус к ним не спускался с небес, сказал, а какие вы окаянные грешники, ну-ка дайте мне книжку, сейчас я ее тут спалю, сожгу». Сами люди, которые уверовали, когда им Бог открыл, что нужно делать за тех людей, вместо того, чтобы у них забирать какие-то вещи, молиться за них. Вы скажете, кто-то такой вообще, чтобы нас учить. У нас свои дети, у нас, да, там, мы сами их родили, мы их сами воспитали. Я просто хочу, чтобы вы знали, что из-за того, что из-за вас потом эти люди вообще, эти дети перестанут ходить в терковь или вообще вас возненавидят за то, что вы делаете, забирая у них просто вещи. Потому что надо помнить, что во всем, как хотите, чтобы сами люди поступали, так и вы поступаете со всеми. То, чего, к сожалению, люди, то, чем пренебрегают сегодня. В итоге, впоследствии, ваши дети не придут к Богу никогда. А то, что сейчас вы пытаетесь их чего-то лишить и что-то у них отобрать, может быть, такая потом окажется ситуация, что на меня вы сейчас будете агриться, что кто я такой, чтобы так умничать. А потом в итоге сами отступите от Бога, они, наоборот, может быть, к Богу придут. Тем, что вы будете молиться за человека, за своего ребенка или за своего какого-то там прикажания, например, там в церкви говорят, слушай, смотри, так и так. Это является грехом. Я за тебя переживаю. Пожалуйста, откажись. Я прошу тебя. И ситуации были из ряда вон выходящие, когда детей за их непослушание, эти самые верующие люди выгоняли из дома. Ты меня не слушаешься. До свидания. Тебе 18 лет. Всего хорошего. Я тебя воспитал, а можешь идти на все четыре стороны. Несколько их так людей выгнали из дома. Часть из этих людей в церковь уже не ходит. Это та правда, которая есть. И, возможно, кому-то будет больно ее вскрывать. Но она существует. И говорить о том, что на вас нет никакой ответственности, не надо этого делать. И пытаться избежать ответственности. Говорить, ну я же мать. Я же имею право. Имеете-то вы право, имеете. А по любви ли поступаете, что когда вы человека просто из дома гоните? Не фанатизм ли это религиозный, когда вы своего дитё заставляете только читать Библию и заставляете от всего отказываться? Это не смотри. Это не слушай. В это не играй. Ничего делать нельзя. Музыку не слушай. В игры не играй. Книги не читай. Ничего кроме Библии делать нельзя. У нас что, все апостолы и вообще все остальные, я не понимаю, были такими религиозными? Всё у людей забирали и отбирали? Конечно, прекрасно и здорово, когда действительно вы стараетесь для своего ребёнка, ребёнок из собственного желания отказывается от каких-то вещей, которым вы их призываете отказаться. Да, они говорят, да, хорошо, мама или папа, да, там, я откажусь, всё, вы взяли, отказались, молодец вы, если вы это сделали, я вас поздравляю, это здорово, это огромное достижение. Но не все готовы так жертвовать, и не все готовы на это пойти. Иногда нужно время, чтобы Бог что-то открыл человеку. Но брать собственные руки, вот у кого-то что-то забирать, вот этой религиозностью давить, вы подумайте, посмотрите глазами своего собственного сына или дочери, этот человек не захочет потом приходить к Богу благодаря вам, а не кому-то другому. Не потому, что ему не хочется. А вы из-за своей вот этой нетерпимости, вот этого религиозного давления, человека просто будете забивать. И вам ребёнок не откроется, как и другим служителям, он ничего не скажет о том, сколько боли ему приходится испытывать, возможно, в жизни. Душевного, а ещё помимо этого духовного гнёта и давления. Там, где его просто достают. Это отдай, это не смотри, то не трогай, как написано, да не будет у вас так, если вот кому-то интересно, да. Чтобы не было такого. Это не трогай, это не бери, это не смотри, чтобы понимали, да, вот этого религиозного давления. Я не знаю, каково на самом деле вот парню за такую девушку выходить замуж, да, я прошу прощения, что девушке за такого парня выходить замуж или девушке, или парню вступать, в общем, короче, парню вступать в брак за такую девушку или девушке вступать в брак за такого парня. Я не знаю, каково таким людям приходится, то есть, если кто-то вот так начинает люто давить, что ничего делать нельзя. В некоторых церквях были даже такие особенные служители, которые говорили, что даже в браке нельзя заниматься сексом, кроме как для того, чтобы размножаться. Даже до такого доходило. И они считают, что они правы. Якобы, что все это по Писанию, хотя это не соответствует Писанию. Жесть какая-то просто. Понимаете, кому-то что это докажешь, кому-то что-то это откроешь. Если Бог не откроет, то люди не поймут, это будет бесполезно абсолютно. А навязывать кому-то либо свою точку зрения вы не имеете никакого права. То есть, если вы принимаете решение, да, я там не слушаю такую музыку, ну, молодец, что не слушаешь. Да, я не смотрю такие фильмы, ну, молодец, что не смотришь. Да, я не играю в такие игры, молодец, что не играешь. Посвящай больше времени Богу, ты молодец. Но не имей тенденции навязывать свое мнение или желание другим людям. Навязывать и заставлять. То есть, давить, я имею в виду, религиозно. Это уже давление происходит с твоей стороны. И ты человека к Богу так не приведешь. Отказавшись полностью от всего, ты молодец. Но теперь подумай, как ты собираешься других людей приводить к Богу. Как ты собираешься других людей приводить к Богу? Каким образом, скажите мне? Вот как вы собираетесь приводить других людей к Богу? Вы ни о чем не можете просто, допустим, кроме как Библии поговорить. Как вы хотите человеку что-то проповедовать? Как? Человека нужно заинтересовать. Чем-то заинтересовать. То есть, когда ты видишь, что... Я только читаю Библию, больше ничем не занимаюсь. Все, это я не слушаю, это я не смотрю, это не знаю, это не знаю. Ничего не знаю, ничего не хочу. Только буду читать Библию. Как бы здорово. Но если благовествовать людям, как вы будете это делать? Давайте подумаем с вами вместе. Как вы хотите это делать? Стоит задуматься, друзья мои. Потому что можно много давить. Но в итоге последствия за этим. Расплата. Будет на вас. То есть, если вы думаете, кого-то заставить силой пытаться приводить к Богу, то поверьте, поверьте, ни к чему положительному это не приведет. Да, вы родители. Да, вам дана власть. Однако, давайте вспомним также то, что сам Иисус, имея власть, написано, что он ей не пользовался, не говорил, властью данной мне от Бога, я делаю вот это, вот это, или заставляю тебя. У него была власть вообще региона ангелов, призвать всех, чтобы поубивали они. Но он этого не сделал. Особенно есть такая еще вещь, как превышение должностных полномочий, например. Или превышение своей власти, которая вам дана. Начиная уже манипулировать людьми. Манипулировать. Я же твоя мать, я же твой отец, это обязан меня слушаться. Обязан. Но не надо у человека забирать какие-то вещи. А для тех, кто не знает, если по любви вы не смогли, уже вам тяжело, на вас настолько сильно накатывается уже гнет, что вы просто не можете уже выдержать, что уже в кротосе смирения не получается, есть возможность подать заявление в полицию, на порчу или кражу чужого имущества. Да, для всех тех, кто не в курсе, я сообщаю, что за это уголовная статья подобает. И за это человек имеет право подать заявление не только в полицию, но и в суд. А если в полиции рассматривать и не будут, скажут, ну что же, это же ваши родственники, неужели вы на такое пойдете? Особенно, если вещь дорогая. Конечно. А что делать? Я просил, я говорил, не трогайте, не забирайте. Вы начали трогать, начали забирать, начали доставать. Не услыша, не захотели по любви, не захотел по Божьей милости, получай, сам как-то это сделал. В полиции, если не будут рассматривать дело, можно дальше пойти в прокуратуру, подавать заявление. Вряд ли, когда что-то этим будет заниматься, но самый, да, критический выход, вот он он. Человек поймет, может быть, что не надо этого делать. Не надо у кого-то что-то силой отбирать. Забота это прекрасно. Но когда забота не нарушает границ, скажем так, личности другого человека. То есть, вот эта свобода выбора, которую дал Бог. Любовь это и есть свобода выбора. Особенно там, где уже человек способен отличить, что есть хорошо и что есть плохо. Знают ли люди, что, допустим, там воровать это плохо? Знают. Знают ли люди, что, там, допустим, материться это плохо? Знают, что это грех. Знают ли люди, что употреблять алкоголь, курить, что все это грех? Знают. И без вас. И в 16, и даже в 14 лет знают, что это плохо. Знают. Ничего нового вы никому не сказали. Говорить, наставлять вам дано право. Говорить, наставлять, молиться, призывать. Но не отбирать, не забирать, не сжигать вещи, не истреблять вещи. Одному даже он досужилось видеть, как у него вейп, это, вейп даже не знаю, как сказать это, как казнили топором, или, я не знаю, что с ним сделали, с этим вейпом, кастрировали его напополам, прям топором. Бух! Никогда такого не видели в своей жизни, нет? Я тоже не видел, я слышал от одного очень, называемый так, близкого человека, как у него такая ситуация произошла. Что в итоге? Купил новый. Чего добились-то? К себе хорошего отношения вы добились, лишили человека, отобрали. Наставлять, призывать там, сынок, я хочу о тебе позаботиться, это ради твоего же блага, пожалуйста. Стец скажет, все, отстань, хватит. Вы еще просто тем, что будете давить, моральное давление оказывать, вы еще хуже сделаете, к себе отношение. Вы скажете, я забочусь, это не забота, это чрезмерное попечение человека, которое уже во вред ему идет и уже во вред идет вам, потому что отношение к вам будет хуже. И не надо его обвинять, потому что он вас не слушается. Веруйте, верьте, ходите в церковь, ходите, молитесь, молитесь, и за него молитесь, чтобы Бог ему открыл. Но не силы забирать и воровать его вещи. Понимаете? Если вы у него эту вещь отобрали, вы нарушили заповедь. Это воровство называется. Воровство. За такое подобало руки отрубать. И камнями еще в Ветхом Завете побивали. Конечно, камнями еще за непочитание отца и матери побивали. Вспоминая там, как один погиб реально в Ветхом Завете, где он, по-моему, похулил отца, насколько я помню, его вывели, пред всеми камнями закидали. Но это был Ветхий Завет. Мы все-таки по-новому, наверное, живем. И написано наставлять, научать, вразумлять. Еще раз, не отбирать, не сжигать эти вещи, а наставлять, вразумлять и объяснять. И давать право выбрать человеку, чтобы он принимал решение, отказываться ему от этого или не отказываться. объяснять, может быть, ему последствия, если он, например, грешит, для него это проблема для здоровья, например, употребление алкоголя, сигареты, понимаешь, там, не знаю, Петя, например, это вред для твоего здоровья. Ты в пустую тратишь время. А понимая поколение нынешнее, допустим, молодое, развлечение, музыка, фильмы, игры, от этого отстранить просто всех и заставить, чтобы вы все под одну гребенку взяли, отстранились, понимая возраста служителей, да, обычно, как правило, в большинстве случаев там людям за 40 уже лет или там даже пускай за 30, но у них свои дети, им уже даже не до этого. Они просто чисто из-за своего возраста в связи со своим возрастом они уже, скажем так, им это не интересно, понимаете? Им это не интересно. Даже неверующим людям уже там за 40, за 50 лет обычно компьютерные игры им даже уже не интересны. Уже это не не в их вкусе, им это уже, ну не нужно. Они потеряли к этому интерес, они выросли из этого. Это уже чисто даже возрастное, понимаете? Возрастное. Вот и все. Это возрастное даже прежде всего. Потом уже там говорить, да, там, Божье призыв, там, откажись, там, перестань, не тратить время впустую. Откажетесь? Прекрасно. Я буду очень за вас рад, если вы откажетесь, начнете служить Богу, все, не хочу, не буду ни играть, ни музыку слушать, какую-то там нехристианскую. Это прекрасно, вы молодцы. Я вас просто могу с этим поздравить. Но не все к такому готовы. И будьте готовы к тому, чтобы быть аккуратнее и осторожнее. Не давить на других людей своей религиозностью этой точкой зрения. Не задавливать. Потому что любовь, повторюсь, это и есть свобода выбора человека. И забота может перерасти в очень напряжное, сильное, моральное, ужасное, в кавычках даже, попечение. Ультиматумы. Ультиматумы в адрес своих собственных детей. Или я, или Бог. Такое встречались когда-нибудь с таким. Или я, или Бог. То есть, либо ты выбираешь, что ты меня слушаешься, как бы, там, к примеру, или там из дома уходишь. Или ультиматумы, но это уже другая, допустим, тема совсем, когда там парень, девушка, девушка парню там делает, какие-то ставят ультиматумы, там, или я, или Бог, или все. И больше другого выбора никого нет. Тоже ужасная ситуация. Но она вполне естественная, уже не первый год с кем-то либо происходит, ничего нового в этом нет. Не безызвестные факты. Из жизни очень-очень многих людей такие искушения у людей были. Поэтому подумайте для себя. Сделать и дать право выбора или забирать чужую вещь. Вы скажете, а мы же родители, мы имеем право. А не имеете. Вы купили, значит, может быть, и имеете, если это не подарок был. Потому что подарки не отбирают. Это безвозмездное. Это безвозмездный дар. Не дайте забрать. Подарили, значит, подарили. За свои деньги, если вы купили, не подарили, а дали в пользование, тогда можете забрать. А если это ваш сын или дочь купила эту вещь за свои деньги, за свои, вы не имеете права эту вещь трогать, какой бы она ни была. Не имеете. Никто такого права вам не давал. Потому что это воровство. А когда человек уже ради святости или религиозности готов приступать закон не только Божий, но еще и закон, допустим, там уголовный в каком-то либо государстве, то тогда подумайте. Какая-то странная вера. Какое-то странное христианство. А где же любовь? Где же ваша любовь? Что эта любовь уже доходит до такой степени фанатичности, что все, мы уже там готовы вещи забирать, отбирать, лишать чего-то. Думаю, ну я же делаю по Писанию, да вы что, ради святости Божьей. Вы откройте Писание это, почитайте. Где у кого, что кто отбирал? Надеетесь меня приблизить таким образом к Богу? Прости, мама, прости, папа, но вы меня таким образом к Богу не приблизите. А-а. Не хочу я верить в такого Бога, скажет вам ваш сын или дочь. Не хочу. Потому что вы меня во всем ограничиваете, все забираете. хотите читать Библию, читайте сами. Все, вот вам Библия, пожалуйста, вот вам, как говорится, Библия в руки и крест вам на плечи. Все, пожалуйста. Хотите, вот идите, до свидания. с таким давлением я не хочу. То, скорее всего, что приходилось вам слышать. Если вы взрослые, если вы, у вас есть дети, да, либо если вы являетесь сами детьми, скорее всего, вы испытываете то же самое. А, скорее всего, даже если дети что-то либо от чего-то откажутся, то вероятнее всего это будет обман. Потому что, скорее всего, они скажут, да, 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 папа, я не играю, я отказался, я не трогаю. Но в итоге все равно ребенок так или иначе лезет либо в телефон, да, во что-то поиграть, да, к примеру. Либо он лезет в какие-то там определенные вещи, да, делает что-то ищет. Чем-то занимается, да, понимаете? Апостолы так не делали, да, там, подошли у кого-то так, а что это у тебя такое? У кого-нибудь там ребенка, да, там, там такой Павел, например, подойдет. Айфон 13-ый что ли? Да ладно. Опа, а ну-ка сюда-ка, эть, отжали, все, опа, гоп-стоп, все, минус айфончик, отработали, служители, а на десятинку пойдет. Так никто не делал. Никто так не делал. Запомните. Силой никто не имеет права противодействовать человеку физической. То есть, это неприкосновенность. Чужие вещи, телефоны, какие-то либо другие вещи, это неприкосновенные вещи, это частное собственное имущество другого человека. Будете даже если вы родителями, вы не имеете на это права. Это чужие вещи. Даже если это и ваш сын, или дочь. Ваш сын, даже и ваша дочь, это не ваша частная собственность. Ваш дом, ваша машина, это лично ваше. Купили за свои деньги, распоряжайтесь как хотите. Захотели, дали, захотели, продали, захотели, сломали, захотели, выкинули. Что хотите, делайте. Но трогать чужие вещи, вам права не давали. Запомните это. И будьте готовы к тому, что в какой-то момент в жизни вы услышите эти слова. Что благодаря тебе мама, или благодаря тебе папа, благодаря вашему этой, в кавычках, заботе и попечительству, такому чрезмерному, я не хочу идти за Богом. И не удивляйтесь потом, что вы это услышали. И подумайте, что лучше ваш сын, там пускай будет, или дочь, слушать какую-то нехристианскую музыку, или смотреть нехристианские фильмы, но будет ходить в церковь, да, и где Бог будет как-то пытаться касаться этого человека, сердца его. Или он полностью, за счет того, что вы у него просто все отберете, озлобится на Бога и на вас, потому что будет мерить Бога по вам, по вашему поведению, какой Бог есть. Вот такая вот Бог есть любовь, оказывается. Да? И просто откажется ходить в церковь. Вот и все. Поэтому задумайтесь. И будьте аккуратнее. Не потеряйте доверие со стороны своих детей. И вообще, в принципе, это как напутствие в принципе разным людям, да, как и взрослым, так и детям, чтобы было доверие, которое потерять порой бывает намного легче, чем приобрести и завоевать. Так что, дай Боже вам всем здоровья, пусть Господь вас благословит. Сейчас у нас с вами конец 2022 года. С Рождеством вас, дорогие друзья. Да, в другом видео я поздравлял уже с Новым годом. Здесь просто вкратце говорю. Дай Боже вам всем с вами, нам всем говорю, округляю и себя, в том числе здоровья, благоразумия, вразумления, наставления и мудрости Божьей, а не безумствия какого-либо, духовного в том числе, и благоразумия. Так что, пусть Господь благословит. Всех вас до новых встреч. Скоро увидимся. Не переключайтесь. С вами был Иван Ширанко. Огромное количество гайдов, летсплеев и всего крутого сможете найти у меня на канале. Спасибо за внимание. Не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки.